У вас дома-то какая-то библиотека есть? Ну, в нашей книге есть. А там, может, на немецком какие-нибудь, какая-нибудь классика русской литературы? Пока что без классики ничего не нашла. Вот начала книгу читать путешествия. Паломника, рассказ паломника, как он искал, что такое молиться беспрестанно. Это на русском языке. На немецком, но это православное. Перевели, оказывается. Да, переведенная она, но она очень сложная, как бы, очень сложная для немецком. Можешь рядом встать, чтобы тебе вертикально было. Так, так. А встаете-то во сколько? По-разному, дядя Игнатий. Я стараюсь в 6, в 6.30 вставать. А почему по-разному, а не в одно время? У меня беда такая бывает, поздно ложусь. Потом не могу. А мы всегда встаем в одно время, в 4.40. Это у меня мечта такая. Молодцы не берутся. А у меня на квартире живет Вася Плотников. Ты его знала? Ну, я видела его, так что хорошо не знала. Два ваших потеряевки было. Он сейчас в университете учится в медицинском. Сейчас, ну, вчера мы были потеряевки, приехали. Батюшка на первый день, на понедельник, всегда приезжает, богослужение здесь, ну, пасхальное. И уехал домой с Игорем Барабашом. И Вася тоже там был дома. У нас большое значение имеет благовестие. И нынче мы купили машину. Ты читала там на мою руку? Я смотрела видео ваше, как у вас черный пендалин получился. Пау, да. Я всегда налюстываю, чтобы все получилось. А машину-машину видела, какую приобрели? Видела. Конечно, это не какой-то там классный, но она новая, заводская. Нам достаточно, 7 человек она берет, и груза до 1 тонны. Мы нынче думаем уезжать. Мы раньше на один день уезжали, а теперь думаем уезжать понедельно. А почему? Чтобы дальше уехать? Да, конечно. Нам не надо будет возвращаться каждый день туда и обратно. Вот нынче уехали мы на расстоянии 250 километров. Да обратно вернуться 250. И мы уже возвращаемся к заполноши. Там-то мы проводим целый день среди народа. Евангелие раздаем. А у вас женщины приходят в церковь, наверное, тоже и в брюках мужских? Ну тут обитает Дяди Игнатий. Мы с батюшкой разговаривали, но он толкует все по-своему. Все по-своему. А что толковать-то, когда Писание прямо говорит мерзость перед Богом? Что толковать-то? Толковать-то как-то в погибель влево, влево, от лукавого. Мы тоже пытались, а показывали, мы сами-то не можем разговаривать. Принесли Иоанна Златоуста, а он говорит, что это ни к кому относится, а это тоже ни к кому относится. То есть батюшка неверующий, я так понял. Верующий разве будет так лукавить, когда Священное Писание, написанное Духом Святым, четко определенное говорит? Второзаконие, 22 глава, 5 стих. Куда-то отсюда идет. А женщины, наверное, приходят и без платков. И без платков, и в брюках ходят. Многие приходят и одеты, а большинство стоят так. Потому что еще из разных церквей, кто из Грузии, кто откуда, у них, наверное, будет свои правила. Священник никакой власти не имеет. Он просто подлаживается под народ, лишь бы деньги тащили. Я так понимаю. Если бы он заботился о людях, он бы со всей строгостью предупредил. Храм больше не заходить и не поганить в святое место. У нас же никто не заходит. Он даже мыслях не указывает. Даже на территории лагеря никто. Даже приехала милиция, одета по-своему. Мы не запустили. Переодели их, вытащили платья, юбки. Это, конечно, очень жалко. Здесь в трубу храм есть тоже. Там, как бы, видно, и дети с благоголением по причастию приходят. И более-менее все устроено. Но, к сожалению, там только на русском. Роман там совсем чужой человек. А он русский язык-то хорошо знает? Ну, только понимает немного. А так, чтобы службы не поймать совсем. А ребятишки ваши, если будут, то на каком они языке будут говорить? Ну, я хочу, чтобы русский учили, дядя Игнатий. Я думаю, чтобы они знали отлично немецкий язык. Ты научись говорить без акцента на чистом немецком языке. Чтобы дети были не картавые. И, конечно, должна знать очень хорошо русский язык. Здесь из опыта, вот, уже, как бы, взрослая, в церковь ходит девушка. У нее тоже папа немец, а мама из Украины была. И мама только по-русски с детьми разговаривала. У них шестеро детей. И дети прекрасно русский говорят. А так как папа на немецком с ними говорил, они также прекрасно немецкий знают. Так и должно быть. А ты слышала такого, не поэта, а певца, а ребров? Нет, не знаю. Не знаешь. Я бы тебе дала его прослушать, но тебе удобно ли будет? У него отец немец, а она, жена была русская. И он так всю жизнь прожил в Германии, умер, но пел русские песни, там, где много русских. И как он поет? Дать послушать? Это про коня, да? По-моему, что-то... Да. Значит, есть... Не гони лошадей. Я слушала вас, вы выставляли как-то на пайк. Я слушала вас. Да, вы могли посмотреть это, да? Я скатывала, у меня есть, значит. Это настоящий русский человек. И он, у него форма такая, в косоворотке, ну, борода у него такая. Это все зависит от человека. Вот такой был лауреат Нобелевской премии, Альберт Швейцер. Слышала? Нет, дяди Игнатий, не слушаю. Это врач, миссионер. Мать у него была француженка, отец немец. И когда его спросили, а какой язык для вас родной, он одинаково владел. А он говорит, я считаю, тот язык, на котором во сне разговариваешь. Во сне. Потому что... У меня было, когда я изучал немецкий язык, я дошел до того, что во сне стал проповедовать на английском языке. На английском языке проповедовать. Но... Я один сон однажды видел. Меня избрали президентом где-то в Нигерии. Там в Конго в каком-то. А потом там был мятеж, и меня сбросили. Я перед ними говорил слово на английском языке. Я бежал, и в Барнауле уже оказался. Куда ходим на прогулку, на этом мосту. Лу-Мумба. Лу-Мумба. Это его убили они там. И бывший президент. Где-то там был. Где же он был-то? Ну, тоже какое-то африканское государство. Сейчас в Москве университет международное имени Лу-Мумба. Патриса Лу-Мумба. Конго, кажется, он был. Хорошо учись, хорошо. Вот у нас такая задача, что четверка, это так уже, с натяжкой. Нужно знать на пятерку и шагать дальше. Все время познавай больше. Считай божественные немецкие газеты. Я вот приехал в Латвию, я могу поделиться опытом. Я еще только вступил на ее территорию, а у меня ни денег, ничего не было после армии. Ну, и так получилось, что я выехал. Я сразу же, на самые последние деньги, купил немецкие эти латышские учебники, постарался быть в бригаде с латышами и жить в общежитии с латышами. Неполно, в три месяца я уже разговаривал с ними. В три месяца. И уже Господь это дает, потому что, ну, Бог видит желание. Господь помогает. Ну, слава Богу, я не хвалюся, но в этой группе я лучшая была, когда их сами вставали у меня. А, хорошо. А сколько падежей в немецком языке? Четыре. А временных форм? Три, получается. Получается. А английский ты не изучала? Изучала тоже. А сколько у них временных форм? Не скажу, дядя, дядя. Двенадцать. Ну, не очень много. Двенадцать. А падежей? А падежей, по-моему, у них вообще нету. Один. Один. Без падежей слова нету. Его куда-то надо ставить будет. Занимайся попутно еще какими-нибудь иностранным языком. Тебе это ох, как сгодится потом. Увлекательный будь. Ты сама, во-первых, интересная. Много будешь знать. В оригинале будешь считать литературу, не дожаясь перевода. Да и так где-то с кем-то встретилась. Ты свой человек? Двенадцать, вы скажите мне, как у вас не перепутывали эти языки? Я по-английски-то... Я не могу ответить на такой вопрос. Я знаю, что я очень хотел. Вот я пойду, ну, в увольнительную, в армии было. Вот. Идут впереди две женщины. Я слышал-то хорошо. Я иду сзади. Мысленно думаю, вот это вот французская, а вот это немецкая. И что слева говорит, я внутри перевожу на французский язык. А это говорит, которая справа, я на немецкий с ней. А потом поменяю, что вот это слева говорит не немецкий, а это английский. То есть я непрерывно прокручивал и прокручивал разные варианты. Если я учился печатать десятипальцевым методом, все, в рукавичках. Люди разговаривают в трамвае, а я скорее печатаю, что они говорят. Пальцами. А то вот в армии время пропащие. Я там был, я никогда не считал так. Время, которое Бог тебе отпустил, Он в твою власть отдал. Ты можешь распорядиться, как хочешь этим временем. Потратить его на грех или на добро. Конечно, это нелегко. Я спал с наушниками. Я служил около Окинавы японской. Ну и английский язык. Мне очень хотелось в оригинале все это знать. И обязательно Бог как-то так построит, что навстречу тебе все это пойдет. Ты вот стихи мои читаешь, ты их понимаешь? Понимаю, дядя Игнатий. В основном все понимаю. Бывают некоторые моменты, не очень понятно, но в основном все понятно. Я не знаю, вы с этим точно сталкивались. Думаю, что сталкивались. То, что мне интересно тоже. Некоторые слова на русском в Библии непонятны. Я вот не могла понять, что такое расселся. Расселся, разорвался. А с временем там поняла это. А там как? Сэр Брохн? Да, как разорвался на русский перевод. Немецкий язык Мартина Лютер. Вот они говорят, переводят хорошее. Мартина Лютер – это один из самых лучших переводов в Библии. Так что придерживайтесь вы его. Хорошо. У нас, я не знаю, несколько переводов разных в Библии. Это неплохо. Я вначале тоже думал, это очень плохо. Вот в русский синодальный перевод 1876 года – один из самых прекрасных переводов во всей мировой литературе. Наш перевод синодальный, который в Библии. Вот, который мы считаем. А переводов сейчас появляется много, а они никуда не годятся. Они вульгарные. А это именно пренебесный перевод. Он касается, прям сердце касается. Люди, которые ничего не помнят из Священного Писания, им разницы нет никакой, какой будет считать. А мне даже слово неправильно произнесет, ну, в другом падеже. Оно меня режет. Потому что оно в меня вмонтировано в Священное Писание. И поэтому, если ты будешь считать определенно на английском, там, короля Джеймса, ее называется «версия», то ты будешь крепко держаться одного края. Никогда не мещись там за какими-то новинками. Это проверить сначала надо, хорошее или нет. И желательно, чтобы был такой человек, который в этом деле разбирается и время от времени мог бы подкорректировать и дать совет. У нас, к сожалению, нету такого, кто вот Роман немножко наставлял на немецком. Но мы нашли для него Иоанну Златовунушку на немецком языке тоже. Библиотеку, где можно прийти. Но это я не могу сказать. Златоус это, может быть, сложно. Попроще что-нибудь? Ну, все равно как-то помогает ему тоже разбираться дальше. Перевожу это. Нахожу. Ну-ну, говори. Перевожу ваши тоже. Попроедим, чтобы он тоже упоминал, сколько дальше. А вот тогда ты будешь переводить. Прямо бери по форуму. А лучше всего, вот как делай. Зайди на сайт. Не на форум, а на сайт. Ты на сайт заходишь? На сайте не было давно, а на форум не бывает. Ну, а все-таки была на нем на сайте? Да, была. Да ты в гугл заряди Игнатий Лапкинфу сайт и зайдешь. И справа на первой главной странице вопросы. 4124 вопроса и ответа. И попробуй их переводить, Роману. Он оттуда не вылезет. Он будет очень интересоваться, поверь. Там такие вопросы, которые обязательно его захватят. Там и об языках, и о государстве, и об учителях, и о семье, и об отношениях. Вопросы и ответы согласно Библии. У нас тут одна была, два человека. Они у меня на дому на английский язык переводили мои на сайте вот эти. Но они не природные англичане, поэтому у них затруднения были. Это правда очень тяжело. Такие знания, которые даже в университете дают, они слишком маленькие. И когда про меня говорили, что я знаю очень хорошо какой-то язык, там немецкий или английский, я сразу понимал, что тот человек ничего не понимает, иначе бы он увидел. Мои знания были крайне ограничены в этих языках. Я знал, какая политическая система, сторона медицинская, домашняя. А коснись что-то в сторону. Ну, потом я религиозно уже читал Библию на немецком языке, на английском. И я понимал, что язык, это очень сложно. Это надо непрерывно, ежедневно считать несколько страниц. Каждый день. И, конечно, общение с теми людьми. Это как на реке. Перестал грести лодку веслами, тебя понесло вниз. А потом я понял, когда я занимался уже испанским языком, греческим, я просто любитель был этого. Я понял, мне это не надо. У меня жизнь уходит не туда. Это много отнимает времени. Очень много. Мы в свое время на другое направили. Сколько людям пользы принесли? Ну, видишь, как Господь это все отдает. Я вот отошел от восьми дел примерно у себя. Перестал выступать по радио, на телевидении, писать статьи в газеты, издавать книги я перестал. Я не пишу стихи. Я все это добровольно оставил уже больше года назад. Говорил в церкви каждую неделю четыре проходи. Я даже от этого отошел. Единственное, что оставил, это форум и молитва. Я вовремя добровольно от всего сумел отойти. Везде завещание сделал, отошел. Меня как будто это ничего не касается. Но в то же время я на своем месте. Я никогда не сыплялся, ни за должности у меня и не было. Ни за какие-то там, я уж привилегии, их не знаю, что это такое. Но все равно любимые какие-то дела. Вот сейчас, нынче у меня решение было принято, отойти и больше стихи не писать. У меня их написано 3467. Я еще рыпался иногда, хватал карандаш, когда посещения такие были. Но кое-как успокоился. Все, сейчас я уже не пишу ни одного стихотворения. Занимаюсь только форумом и молитвой. Сколько людям уже сейчас по интернету вы передаете информацию? Да. Я получаю, сегодня только я получил за день, в Майл.ру пришло больше тысячи писем. Тысячи, возьми. Я сидел, молотил и молотил до трех часов только. Ну, все хорошие. Кое-кто напишет, а потом, вот немножко погодя, может быть сегодня я пошлю. Загляни тогда туда. Пасхальное стихотворение Храпова. Я напишу. Он 28 лет сидел в лагерях и умер там. Баптист. Очень хорошее. Ну, и вчерашние, позавчерашние ролики, фотографии какие там были. Посмотришь, как в Потеряевке. Я с удовольствием. Всегда говорят, в Потеряевке самая красивая Пасха. Да. А у вас там березы-то растут? Березы есть. У нас под окном даже есть березы. А березовку пьете? Нет, березовку не пьет. А что, не разрешают? Она же как под окном, но не на нашей территории. А ты, мы сейчас привезли уже вторую флягу. Сейчас приходили, последние капли отдал. А то опять я тебе сейчас подал стаканчик. Ну, я вот удовольствием. От почек? Лучшего лекарства, говорят, нет. Это природное. Очень полезное. У бабиного дома в Терезе там при березе стояло. Он всегда пьет тоже. Очень нравилось. А вот придет Роман, его правильно по паспорту-то как? Ронни. Ронни? С двумя Н. Ронни. А чье это имя? Разве оно не английское? Он даже и сам не знает. Вроде какое-то языческое что-ли, даже не знаю, с кого оно относится. Ни в их словаре. Ни в их словаре. Ну вот он придет сейчас домой, Ронни твой. И ты ему будешь рассказывать, что мы разговаривали. И то, что с тобой говорили, на сколько минут тебе хватит? Чтоб ты более подробно рассказала, о чем мы говорили. Ну, наверное, столько же времени, сколько мы с вами разговариваем, чтобы все подробнее передать. Значит, теперь вопрос. А вы когда собираетесь в праздники какие-то, у вас на столе бывает какое-то вино? Вино редко бывает. А ты берешь? Я беру только по ложке, дядя Игнатий, когда желудок расстраивается, чтобы успокоился. Но не при людях. Нет, нет, не при людях. Просьба большая. Никогда нигде не прикасайся, не считай разведенное, когда болеет желудок. Это апостол Павел разрешает. Никогда не пожалеешь. У тебя разум лишь какой острый. Ты говоришь, я столько же времени потрачу рассказать. Ну, это очень хорошую память надо иметь. Ты когда беседуешь что-нибудь, всегда бери, когда звонишь, бумагу и карандаш. И кратко конспект набрасывай одной рукой, чтобы ему все рассказать. И перепадать так, чтобы ему было интересно. Ты все время должна быть обновленной, а не такая кукла. А тело-то твое, оно быстро приедается. Ты чтоб душой свежая была перед ним. Правда, с вами поговоришь, Игнатий, вот овощи. Настолько заряжаешься этим. Столько информации полезно. Ты никогда не пожалеешь, что тебе Бог жизнь дал в первую очередь. Дальше. Ты все время в молитвах будешь прославлять Бога за святую православную веру. Не уклонись ни в какую ересь. Никуда. Если коснулось быть бы даже у католиков. У католиков католическая, это настоящая церковь. Но там столько всяких заблужений. Вот это папство. Настоящее только по пасторству, что они имеют рукоположение. Баптисты, стектанты, у них нет рукоположения. И у них все фальш, все обман. Хотя они живут хорошо, небезобразничают, хорошие работники. Но они не церковь. Ты хорошо себе усвой. Церковь только носит православие. Это истаробрядцы, это разные течения. Католики, григориано-армяны, копты и сирийцы. Все, больше нет никого. Пять. А остальные, это самоизмышленные сборища. Какие бы они названия не носили. Их уже 21 тысяча, говорят, названия этих. И каждый раз в молитву вкрапляй благодарение Богу, что ты, вот это уж от тебя не зависело, коснулась православной веры. Люди многие-многие сегодня хотели бы знать истину, а они к ней не могут пробиться. Потому что предрассудки, то, что с детства было уже в них вложено, они не могут порвать и бросить. Тут надо быть решительным. Я всегда стараюсь молиться об этом. То, что Библия есть, то мы можем мечтать спокойно. За все. Благодарю. Ты постарайся, чтобы толкование Ронни твое по-русски переводило на немецкий язык, когда будешь знать Библию. Слова там Блаженного Фефилакта, вот трех томик, а они не очень разнятся. Я вот когда насчитывал Златооста, начинывал, он у меня на 12 томов насчитан, то там у него все места священного описания берутся по церковно-славянскому. Ну, такое издание, другого пока не было. Теперь уже там есть люди, знакомые нам, да я в этом немного участвовал, в местах эти заменили на русский язык, великорусский, вот этот перевод синодальный. Ну, а я когда насчитывал перед микрофоном, перед глазами, а у него примерно в среднем 70 раз он обращается к Библии. Представь себе. И я считал, сходу вот смотрю на страницу, и славянское, так называется, диагональное ощущение, я гляжу, о чем речь, и на память должен знать. И мгновенно с русского текста смотрю на славянский, славянский перевожу на русский, а дальше опять идет русский. Это очень сильно заряжает. У тебя в голове, вот я когда занимался немецкий, английский язык, в голове как пылающий огонь горит всегда. Ты даже берешь, одеваешься, разговариваешь, и старайся все время на немецком языке это разговаривать. Я беру ту журку, она у меня такая, это искусственно. И все время разговаривай. Русский язык ты уже никак не забудешь. Но старайся, и молитвы, молитвослов немецкий достань, чтобы у тебя просто окруженно было. И больше старайся среди немцев. И Ронни, чтобы с тобой разговаривал, только чтобы чистый разговор был. Нигде никакого акцента не было. Ну, я тебе говорю, потому что я много времени на это тратил, и меня на это Бог поймал. На второй главе Деяния апостолов, что там заговорили на их языках, а то 50-ники, и мне было трудно. Я тебе говорю, вот я песню песней, когда долго не знал толкование, а потом нашел на готическом, на готическом, я тут же вернулся, сел за немецкий язык, возобновил, перевел эту книгу, и все стихи перевел в стихотворную форму на русский язык. Как сейчас подумаю, ужас какой-то. Просто страсть. То есть у меня преград не было, чтобы вот это невозможно, вот эта преграда, я таких слов не знал. Просто, ну не знал, и Бог так дал. И я потом этот перевод, собственно, употреблял в университете, при преподавании, пока отец Геннадий Фас не написал, более полно по святым отцам. Но он, третья, отдельная книга у него вышла. Хорошо, я рад, что ты позвонила. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Все, по-какому, он вас услышит. Ладно. Так, я тебе больше не нужен? Поздравила вас, буду других поздравлять дальше. Воистину воскресе. Вася, где он у меня, Вася? Подойди сюда. Познакомься. Вот, Вася, поближе, чтобы тебя видно было. Видно, нет? Здравствуй, Вася. Христос воскресе. Ты знаешь ее? Мы встретим. Это наша Татьяна, дочка. Она у меня в лагере была. Ей завещаний никогда никакого не было. Ну, просто Бог так дал ей послушание. И когда спрашивают, ну, обычно я даю полную характеристику, независимо от того, нравится человек или нет, я укажу положительное и отрицательное. За ней я отрицательно вообще ничего не мог сказать. Как вот ты был у меня, я тебя один раз захватил ночью, там ты Марию катал, я тебе говорю, начистил. Все, один раз. Потому что, опять же, для сохранения вашей жизни. Вот мы сейчас были в Потеряевке и вернулись оттуда. Видите, как мы живем? Трое здесь. Ну, ладно, тогда. Спаси, Христос. Господи, Христос, что время уделили. До свидания. Я сейчас занимаюсь роликами, фотографиями, готовлю. Может быть, завтра приступлю уже к работе. Сейчас партифицировать буду по папкам. Ну, заходи. Маме похлоп передай. Скажи, все хорошо, благодарим. Передаю. Ладно, отключайся первая. Хорошо, до свидания. До свидания. Хорошо? Хорошо? Хорошо.